В преддверии дня республики Акимгорода Мараджун Дубаев вручил ключи от долгожданных квартир жителям микрорайона Кунай. Сегодня несколько семей заселились уже в родные стены. Среди них многодетные неполные семьи, лица с ограниченными возможностями, а также дети-сироты. О том, как прошла торжественная церемония и какие впечатления у новоселов в следующем материале. Елена Диденко – многодетная мать. Вместе с семьей, в своей очереди, на жилье женщина ждала пять лет. Сегодня радуются долгожданному событию. Эмоции, говорит жительница микрорайона Кунай, переполняют. Иметь собственную крышу – мечта давняя. Больше всего этого момента ждали дети. Теперь дело за приятными хлопотами. Обустроить свое гнездышко и собрать самых родных и близких за общим столом, чтобы отметить важное событие. Вот дождались своей очереди. Очень благодарна нашему Акиму, которому помогали. Достану Рустемовичу очень благодарны. Отдела строительства. Ой, что сказать. Тут счастья столько. Столько ждала. У меня дети старшему 19 лет, дочери 13, сыну еще один 15 и младшему 6 лет. Надеемся, что будет район, конечно, красивый. Вот школа здесь будет, как говорят, тоже красивая. Уже почти готова. Эмоции вообще зашкаливают, конечно. Что говорить. Это очень счастье все равно, что дети дождались своего. Дети очень сильно ждут. Сегодня ключи от собственных квартир получили сразу несколько семей. Это последний арендный дом в новом микрорайоне, в который в этом году заселятся жители. Он уже оснащен видеонаблюдением, а подъезды адаптированы для маломобильных групп. Здесь же имеются детские, а также спортивные площадки. По итогам 9 месяцев в Кунае в эксплуатацию введено 16 домов. До конца года планируется еще 17. Разрешите вас поздравить сегодня с новосельем. Именно тех новоселов, которые сегодня будут заселяться в этот дом. У нас в городе 4 арендных дома строятся. И вот один из них сегодня сдается в микрорайоне Кунае. Один дом мы сдали в январе месяце в микрорайоне Юбилейный, сейчас в Кунае. 24 октября мы сдадим еще один дом в арендном Юбилейном. И в конце года в микрорайоне Аэропорт. Тем самым мы завершим все строительства всех наших арендных домов, которые были запланированы. Я хотел бы сказать, что сегодня, вернее в течение этого года получат квартиры 370 новоселов. Это 4 арендных дома, 370 квартир. Из них около 200 квартир. Это будут многодетные матеря и сироты. Это категория. Всего в этом году новоселье отметят 1600 семей. Особое внимание в микрорайоне Кунае уделяется социальной инфраструктуре, от которой напрямую зависит комфорт горожан. Так, в декабре текущего года здесь завершится строительство средней общеобразовательной школы на 900 учащихся. При учебном заведении также будет работать мини-центр на 75 мест. Данный дом у нас построен по программе «Нарлузер». Дом состоит из 45 квартир. На сегодняшний день мы распределили среди 10 многодетных семей, 7 семей – дети-сироты и 3 семи – социальные узи мысли населения. В общем, до конца следующей недели будет весь дом расселен среди очередников МИЛ. Получается, люди будут проживать на основании договора, оплачивать арендную плату. Стоит отметить, что в 2024 году в рамках национального проекта «Комфортная школа» начнется строительство еще одной школы на 600 мест. Также в следующем году начнут строить детский сад на 280 мест, отмечают в городском Акимате. Умажена Мангельдейнова, Родион Бабич, телеканал «Кустанай».